Здравствуйте! Ровно 70 лет назад строителем мог стать каждый. И инженер, и домохозяйка, и учащийся. Ведь даже в 44-м году пишут, что население добровольно отработало полтора миллиона часов на строительстве дорог, мостов, на ремонте домов. Вот, например, рабочие одного из заводов собственными силами построили поликлинику, проложили полтора километра канализационного коллектора и водопровода. А десятки тысяч тагильчан своими силами отремонтировали и подготовили к зиме квартиры. Предлагается поработать также добровольно организованно и в 45-м. Нет сомнения, что призыв Горсовета и Горкома ВКПБ вложить свою долю труда в благоустройство города и отработать в свободное от работы время не менее 10 часов в месяц на строительстве дорог, культурно-бытовых учреждений, ремонте квартиры, домов, посадке зеленых насаждений, встретит живой отклик всех рабочих, работниц, инженеров, техников, служащих, домохозяек и учащихся. А 60 лет назад один из заголовков призывал «Все силы на увеличение производства чугуна». На самом деле все силы определить только на это одно дело было, конечно, трудно, потому что нужно было еще планомерно внедрять новую технику, расширять целинные земли, внедрять эффективные методы лечения, ускорять ремонт вагонов, снижать рак, повышать производительность труда и даже расширять посевы кукурузы. Но это, конечно, не в Тагиле, но это общесоюзная новость, и поэтому она находится на первой полосе. В общем, задач было очень много. А еще нужно было получать стабильно по 15 поросят от каждой свиноматки. Новостями животноводства делится бригадир животновод колхоза «Новый быт». И здесь, конечно же, даются интимные подробности жизни хрюшек, но также есть и практические рекомендации горожанам. Пищевые отходы колхозам под этим интригующим названием, на самом деле информация, которая значительно определяла облик Нижнего Тагила еще 30 с небольшим лет назад. Для сбора пищевых отходов в подъездах домов поставлены специальные железные ящики, в которые жители должны складывать картофельные очистки, остатки хлеба, словом, все, что пригодно для откорма скота. В кварталах номер 21, 25, 26 поставлено уже 75 таких железных ящиков. В первую же неделю была собрана одна тонна отходов. Каждый житель, принявший участие в почетном и ответственном мероприятии, делает свой, пусть и небольшой, вклад в повышение продуктивности животноводства. Не знаю, как в итоге все это сказывалось на жизни свиней, на их питании, но в конце концов от зловонных ящиков отказались. 50 лет назад в газете «Тагильский рабочий» было опубликовано свидетельство нерушимого единства партии и народа на всю первую полосу. Это, конечно же, отчет о прошедших выборах. Вот, например, материал «Сестры голосуют за счастье». Здесь рассказывают о двух девушках-студентках, которые рано-рано в 6 утра пришли на избирательный участок, хотя голосуют впервые. На вопрос, что их побудило так рано прийти голосовать, Галя ответила «Не спится в такой день». Современные циники могут подумать, что девушки просто решили пораньше заглянуть на избирательный участок, чтобы посмотреть, что там интересного, дефицитного и вкусненького продают. Но на самом деле надо отметить, что в тех выборах 50-летней давности немало было передовых элементов, которые можно было бы внедрить и сейчас. Материал о том, как избирательная комиссия после 12 часов ночи подсчитывает бюллетени. Внимательно просматривают члены комиссии каждый бюллетень, бережно раскладывая их в две стопки. В одну – те, где избиратели отдали свой голос кандидатам в депутаты, а в другую – зачеркнутые. Первая стопка непрерывно растет. В ней воля избирателей, их мысли, чувства, чаяния. Вот член комиссии Игошина отрывается от подсчета в ее руках бюллетень с именем кандидата в депутаты Ивановой. Здесь надпись «Послушайте! Я голосую не только за вас, наши избранники. Я голосую за мир, равноправие и счастье народа». То есть тогда в бюллетенях можно было оставлять патриотические надписи. И даже просьбы к будущим депутатам. Например, мы просим наших будущих депутатов городского и районного совета решить вопрос с открытием продовольственного магазина в 14-м квартале Ленинского района. Вот это неплохо было бы внедрить и сейчас, потому что у нас в современных выборах, если ты оставляешь какую-нибудь надпись на бюллетене, пусть даже и патриотическую, он будет считаться недействительным. Галочку ставь и не выпендривайся.